Когда он узнал о том, что на территории нашей страны проходит, и в том числе на территории Самарской области, проходит такая акция, как Сад памяти, он очень хотел, чтобы было высажено дерево в честь его однополчан. И с такой просьбой он обратился к волонтерам Победы, и мы не могли ему отказать. Добровольцы сажают дерево в честь однополчан Азимбая Майрикова, который ушел на войну из Куйбышева, а теперь живет в Казахстане и не смог приехать, чтобы самому посадить памятный каштан. Таких заявок волонтерам Победы приходит очень много. Ребята высаживают дерево, делают фотоотчеты и отправляют людям координаты и фотографии. Добровольцы уверены, высадка деревьев – лучший способ сохранить память павших. Деревья приживутся здесь, будут расти, и, соответственно, уже наше поколение, кто-то будет уже об этом вспоминать, они проедут, увидят. Тем более у нас тут такой объект рядом, знаковый, как стадион. Они будут сюда приезжать, смотреть, что вот есть такая вот аллея, и, соответственно, они уже будут вспоминать наших героев, которые погибли в Великой Отечественной войне. В саде памяти высадили 750 деревьев, 500 сосен, 100 лип, 100 берез и 50 каштанов. Все деревья с заботой и любовью выращены в питомнике самарского предприятия «Спецаремстройзеленхоз». Эти культуры выбрали по рекомендациям специалистов. Именно они хорошо приживутся в этой почве и будут приятны глазу самарцев. Деревья у «Самара-арены» высадили в форме крыла самолета. Мы действительно задумывали, что символизм должен быть во всем, и это будет крыло самолета, конечно, с проекцией на то, что это память о нашем замечательном штурмовике Ил-2, и в дальнейшем мы будем как-то так же развивать эту территорию. Каштану «Самара-арены» высадили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Как только ограничения будут сняты, здесь побывают школьники и ветераны, которые увидят своими глазами, как разрастается сад памяти. Я очень надеюсь, что, конечно, этот символ живой памяти будет символом не одного поколения, будет символом многих поколений. Уверен, что эти акции будут повторяться, потому что память жива. К акции «Сад памяти» может присоединиться каждый. Для этого необходимо посадить дерево в честь погибшего участника войны на своем дачном участке или около своего дома, когда снимут ограничения. Это дерево можно нанести на интерактивную карту на сайте sadpamity2020.rf и рассказать всем о своем родственнике. Акция продлится до 22 июня. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.